Здравствуйте, дорогие мои видеозрители! Сегодня у нас опять небольшой наборчик новостей, но сегодня больше такой уклон в природные пакости. Значит, ураган Одиль, чудное имя для урагана, не правда ли? Немножко слаб и больше не громит Мексику с такой же силой, как позавчера и вчера. Скорость ветра вчера, например, достигала 205 км в час. Это, конечно, слов нет, одни матерные выражения. Но сегодня, слава тебе, Господи, это все стало поменьше. Скоро, возможно, даже разрешат летать самолетом, чьи курсы проходят в зоне урагана. Пока сейчас это все запрещено. Даже корабли не выпускают. Индия и Пакистан находятся во власти бешеной стихии. Там со всех сил гробят население и материальные ценности наводнение. Уже порядка 300 тысяч человек остаются отрезанными стихией от внешнего мира. Эвакуировать удалось крайне мало. Погибло более 260 человек. Пропало невероятное количество народу. Будем надеяться, что индусы и пакистанцы справятся с этим кошмаром, который на них навалился вот сейчас. ШОС, это такая замечательная организация, Среднеазиатский союз, Шанхайская организация сотрудничества. Вот. Саммит. Так вот, на вот этом саммите Россия, которая почему-то стала среднеазиатской страной, Россия и Китай, они поделили границы влияния. И бизнес, мораль и все подряд. Вот. Что интересно, что на саммите в ШОСе присутствовали и руководители Ирана, Афганистана, Пакистана, Монголии и даже министры иностранных дел Индии. Вы представляете себе? И даже приехал президент Туркменистана, который хотя не входит в ШОС, но имеет статус наблюдателя. Вот не шуточки вам так. Общий у них такой интерес, они пытаются противостоять Европейскому союзу. Но самое интересное не это. Самое интересное, что Китай откровенно озабочен проблемой ислама. А почему он озабочен? У них есть собственная бомба в кармане. Это называется Уйгурский автономный округ, Синьцзянь, в котором живут мусульмане не 2-3 человека, а миллионы. И они откровенно не любят правительство в Пекине. Поэтому китайское правительство заявило, что оно готово выделить 5 миллиардов и больше долларов, чтобы развивать вот эту стабилизацию в этой области. Все остальные тоже боятся исламского радикализма. Напугал он человечество, конечно, со страшной силой. Под этим соусом желание присоединиться к ШОС выразили Индия и Пакистан. И об этом абсолютно авторитетно заявил сам Владимир Путин. Это вам не шуточка. Вот. Возможно, туда вступит Иран. Хотя, может быть, и не вступит. Все-таки ООН, знаете ли, у него на хвосте висит, не пускает туда-сюда гулять. Вот такие у нас сегодня новости. Приходите, смотрите. Вот они мы. Никуда не денемся. Будем наши новости продолжать.